Приближается 23 февраля, День защитника Отечества. По традиции, накануне этого праздника в Большом зале правительства Тверской области проходит вручение государственных и региональных наград. В этом году почетные грамоты, благодарности, благодарственные письма губернатора Тверской области получили военнослужащие войсковых частей, расположенных на территории Тверской области, сотрудники Центрального научно-исследовательского института воздушно-космических сил, Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Георгия Жукова. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Чекет. В начале мероприятия ко всем собравшимся с приветственным словом обратился губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона отметил большой вклад в военнослужащих, который обеспечивает суверенитет и безопасность страны. Каждый из награждаемых ежедневно своим трудом и жизнью подтверждает слова легендарного маршала авиации, почетного гражданина города воинской славы, города Ржева Александра Ивановича Покрышкина, который заложил основы современной системы противовоздушной обороны на Тверской земле. Александр Иванович сказал, самое главное, самое священное дело – это долг перед Родиной. Первым из рук губернатора медаль Ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени получил преподаватель кафедры автоматизированных систем управления и связи военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова Владимир Смирнов. Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден Смирнов Владимир Викторович, преподаватель кафедры автоматизированных систем управления и связи Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Жукова. Общаясь с журналистами, Владимир Смирнов признался, что когда проходил службу в армии, понял, что надо Родину защищать и уже на протяжении 30 лет служит на благо Отечества. Орден зарабатывается не одним человеком, это зарабатывается большой компанией людей, военнослужащих, прекрасных и преданных своему делу. Я горжусь и своей Родиной, и страной, и нашей прекрасной академией, в которой служил. Медалью Суворова был награжден Тимофей Алехин. Отец и дед Тимофей Юрьевича были офицерами, поэтому сомнений в том, чтобы продолжить династию военных, не возникло. Сейчас Тимофей Юрьевич заместитель начальника Центрального научно-исследовательского института воздушно-космических сил. Он опубликовал свыше ста научных работ и является обладателем семи патентов в области автоматизации управления. Для любого военнослужащего, естественно, награда важна, приятна и почетна. Тем более такого уровня. Но в то же время мы же служим не за награду. Каждый человек, когда вступает в ряды вооруженных сил, он осознает, ради чего он это делает и связывает с этим всю жизнь. Ну а то, что Родина посчитала нужным отметить мой вклад, приму как некий аванс и буду отрабатывать дальше. В этот день почетную грамоту губернатора Тверской области вручили Виктору Манеркину, профессору кафедры оперативного искусства военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова. Как подчеркивает Виктор Павлович, полученные награды – это не только его личная заслуга, но и всего коллектива. Поздравления, которые в этот день звучат, они в адрес всего нашего коллектива. Ну и надеюсь, что в дальнейшем мы также будем оправдывать доверие, в том числе и руководство Тверской области. Награды в этот день получали не только представители сильной половины человечества. Благодарности губернатора была удостоена курсант ВКО имени Жукова Дарья Артемова. Девушка рассказывает, что служить было ее мечтой с детства, так как росла в семье военных. Конечно, во время обучения возникают свои сложности, но с ними девушка справляется. Конечно, есть свои трудности, но в основном это труд, который оценивается. На моем курсе 30 человек. Девушки очень рады, что учатся в нашей академии. Мы все очень дружные. Скоро поедем на парад. Опять же, в том году тоже ездили. Медаль за отличие в охране общественного порядка вручили начальнику отдела уголовного розыска Твери, подполковнику полиции Анатолию Волкову. Всего в торжественной обстановке вручили 19 наград. А на память об этой встрече с губернатором Тверской области у каждого останется фотография.